Алексей Богатов служит в Донецком погранотряде. Больше года он выполнял боевые задачи в зоне АТО. Раньше парень профессионально занимался смешанными единоборствами. Пару месяцев назад решил попробовать себя и в гиревом спорте. Говорит, такие занятия развивают силовую выносливость. Ни один пограничник не может быть физически неподготовленным. Необходимо сдавать нормативы, выполнять физические упражнения. Тем более в зоне проведения АТО. Нужно бегать, прыгать. Ящики с оружием весят как раз-таки тоже немало. Это все необходимо. В судейской коллегии 11-кратный чемпион мира по гиревому спорту Александр Савченко. Он на протяжении 30 лет совмещает службу в погранвойсках с профессиональным спортом. Судейство будет объективное, потому что гири не 32 килограмма, а 24-ки. Тут немножко есть разница, потому что здесь будет более работа на скорости. Поэтому будем следить объективно, потому что есть спортсмены, которые невысокого спортивного ранга. Поэтому будем стараться, чтобы все были в равных условиях. Соревнования по гиревому спорту последний раз Госпогранслужба проводила 5 лет назад. После перерыва сюда приехали больше 150 спортсменов со всей страны. Они состязаются в толкании двух гирь от груди весом по 24 килограмма. В каждой команде от 5 до 15 участников. Многие выступают и на международных соревнованиях. Мы представлены и на Олимпиаде. Имеем в своей коллекции немало золотых, бронзовых и серебряных наград. Поэтому стремление к вершинам олимпийским у нас тоже есть. И я думаю, что в год 31-х Олимпийских игр мы должны тоже достойно выступить и представить государственную пограничную службу. На всеукраинских соревнованиях каждый участник может повысить свой спортивный уровень. А победителю присвоят звание кандидат в мастера спорта. Дуже приятно, что спустя 5 лет победы вернулись в Харьков. И, несмотря на то, что обстановка сложная, мы хотим показать всей Украине, потому что здесь представлено 26 команд из всех мест Украины, что спорт – это спортивное свято, и для того, чтобы южнослужбовцам отволокиться от этих проблем, которые они постоянно сталкиваются, каждую неделю, спортивным комитетом Державной прикордонной службы Украины проводятся вот такие спортивные свята. 26 марта запланированы конкурсы и эстафеты для детей сотрудников погранвойск. Ксения Ручко, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».